hola amigos этот выпуск снова посвящается всем поклонникам гарри поттера ну и естественно тем кто изучает испанский язык и таким образом мы с вами убьем двух зайцев одним выстрелом кстати как сказать эту поговорку на испанском языке matar dos pajaros de un tiro то есть сделать два дела одним ахом двух зайцев убить же две цели которые мы хотим объединить ну во-первых это поклонники гарри поттера и во-вторых конечно же тех кто изучает испанский язык и хочет говорить более натурально итак поехали так уж повелось что начало роликов у нас начинается с того что говорит гермиона оси мандада пускай а на секционе киво хана я вас отправила не в тот отдел ошибочно я вас отправила не туда куда нужно как бы подидастся и ступида также я могла быть такой глупый я забия ахи эста я забия ахи эста я знала я забил я могу saber стоит форме imperfectо дендикатива николас фламель es el único descubridor de la piedra философаль николас фламель es el único descubridor de la piedra философаль николас фламель является единственным первооткрывателем философского камня лаке лаке голос спрашивают рон и дарри ла это местоимение существительное которое заменила существительное la piedra философаль инсирио говорит гермиона скинулись вы серьезно вы что не читаете инсирио берите себе на заметку в любом каком-то диалоге при разговоре вы можете сказать ты серьезно инсирио на педра философаль из у нас устанция легендаря кон поделись а сам бросал философаль из у нас устанция легендаря кон поделись а сам бросал философский камень это легендарное вещество обладающие удивительной или поразительной силой или можно сказать наделенная какой-то удивительной поразительной энергией трансформа квартир металл in oro puro превращает любой металл в чистое золото ору золото пуру чистый и продукции или эликсир дэна вида и является компонентом эликсира жизни я имморталь акин ло инхер и инхидир потреблять пить и делает безсмертным того кто его пьет или кто его выпьет этот эликсир жизни морталь смертный имморталь добавляем частичку отрицательную имна и получаем бессмертный имморталь знаем что на стыке букв ими и ими мы ими произносим как м хотя на письме пишется и на мордаль а произносится имморталь имморталь спрашивает удивленно рон из овески ну кому и рис объясняет гермиона которая все всегда знает и решила пояснить рону что такое имморталь кстати всезнайка будет на испанском сабы на тадо сабы ло тадо одно слово всезнайка все знает сабы на то есть и локиси нефига перебивает и урон то есть я знаю что это значит я уника пьедра в эксисте на актуалитар петтенция сеньор николас фламель ла уника пьедра кексисты и на актуалитат перпенесе аль сеньор николас фламель единственный философский камень который существует на сегодняшний день принадлежит пертенесе аль сеньор сеньору николасу фламлю реномбрато алхимиста и цели бро и леоня pasado с 665 cumpleaños и реномбрато антимиста известнейшему или знаменитому алхимику к либро и леоня pasado su 600 65 cumpleaños представляете который отпраздновал или отметил в прошлом году свой шестисот шестьдесят пятый юбилей и телевы вы столько прожить асси кэс муэстро миссион и контрарь ал паври анималь асси кэс муэстро миссион говорит хаврид и это является нашей миссией им контрарь ал паври анималь найти бедное животное эта сцена когда хагрид с ребятами пошел в лес искать и убитого единорога найти бедное животное им контрарь ал паври анималь рон гернион посуществует из комико рон гернион посуществует мишка миво но и хаврид для квердо хорошо со страхом соглашается рон потому что у них нет выбора они были наказаны и отправлены как в наказание в помощь хагриду вот в этот запретный лес и тухар и туй раз он малфой и ты гарри ты пойдешь с малфоем ставим хорошо говорит малфой или моском фан мы пойдем с клыком это кличка собаки хагрида да который зовут клык то есть мы пойдем вот с этой собакой по пличке клык декорда декорда согласен говорит хагрид перу я уж тихо кейшун коварды перо я уж его кейшун коварды ну я вам говорю как предупреждение да что он труслив коварды трусливый или можно употреблять как существительное когда это будет трус коварды сеном и киво к драку т.б. армас усталу если я не ошибаюсь драку то какой-то ты напуганный как мне кажется и билл аргум асу штану тоже очень хороший оборот и билл и плюс партисипио от глагола то есть причастие от глагола получается т.б. асу штану дословно я вижу тебя напуганным я вижу ты напуган или я смотрю ты напуган немного арго асу штану но и стой асу штану портер не напуган я потер показать свою дерзость лидерство и так далее но как всегда в характере драку асу и да и шо ты слышал это ас поеду и шо здесь время стоит при пире то эффекта компа и 100 сложное прошедшее время с глаголом обер ас поеду и 100 помним что у нас если что-то недавно случилось мы говорим через это время то есть это как бы прошлое но недавно произошедшие ну например что ты сказал кем я с дичо что ты мне сказал или асу еду еще ты слышал это недавно произошедшие какое-то событие мы говорим через глагол обер мы говорим через это время при перри то перфекту компоисту глагол обер у нас работает как вспомогательный и мы его спрягаем и 2 глагол действия мы говорим форме причастия партийский вам уж вам идем клык говорить собаки драку асу стану напуган из чего придумал да пока храбрится драку и не показывает виду что ему страшно без логиста культа на школе и нести мисс мистанте поттер с логиста у культа и на эскуэна и нести мисс ма инстанты поттер ты знаешь что сейчас спрятано в школе то есть в данный момент и нести мисс ма инстанты дословно прямо сейчас нам вот именно в данный момент что спрятано в школе спрашивая подтверждает свои сомнения гори пола филенс и здравствуй ференции или здравствуй флоренс как у нас перевели на русский язык я смотрю ты уже познакомился с юным потом вот снова у нас это время претерита перфекту компу есть то сложное прошедшее время ас conocido ас это амбер на ты моего проспригали и conocer стоит форме партийский форме причастия ас conocido то есть недавно произошедшее событие мы говорим через это время я смотрю ты уже познакомился с юным поттером и страны венха и все хорошо гарри harry potter аки я т.д. харри поттер здесь я тебя покидаю или здесь я тебя оставляю аура и стас а сальву и стар а сальву это быть безопасности сейчас ты в безопасности вы на сверты вы на сверты удачи это уже нам встречалась в прошлом отрывке из разбора фильма гарри поттер я остаюсь куэта и стараемся киво кануз но сдаюсь куэнта дар секуэнта д это понимать что-то или осознавать что-то вы что не понимаете но сдаюсь куэнта и ставам уж и киво кануз мы ошибались или мы были неправы лагу и старт стоит форме им перфекта диндикатива и ставам уж и киво карсе ошибаться и снэйп но кьере ла пьедра пара эль снэк или снэйп не хочет камень для себя он не для себя его хочет кьере ла пьедра пара вольдеморт он хочет этот камень заполучить да имеется ввиду для волан деморта кон эликсир дэр авида с этим эликсиром жизни волан деморт волан деморт окрепнет фортале серсе окрепнуть и регрессора и вернется или можно было сказать боль бэра глаголы стоят простом будущем времени пироси полкира крискин тентария на карте утра бейро сиполь бьера крискин тентария матарте отрава из спрашивает испуганно рон второй тип условных си боль бьера или можно сказать боль в ессе абсолютно одинаковые две формы но если бы он вернулся то есть что-то не совершившаяся в прошлом кришке интен таре я интентарь и стоит форме кондициональ и играет роль будущего в прошедшем интен таре я мотор ты отравы с обратите внимание глагол интен тар плюс инфинитива работает сразу с инфинитивным глаголом никаких предлогов у глагола интен тар нет интен тари я мотор ты отравы с Он до тебя снова попытался убить. Intentar. Попытаться что-то сделать. Его синоним trotar de. Вот глагол trotar de идет с предлогом de. Но глагол intentar плюс infinitivo идет без всяких предлогов. Intentar matarte. Intentaria matarte. Глагол matar – убивать. Otra vez. Снова. Еще раз. Creo que de haber podido me habría matado esta misma noche. Creo que de haber podido me habría matado esta misma noche. В первой части. Creo que de haber podido. Здесь perfectный infinitivo идет. Haber podido. Если бы он мог, me habría matado. Он бы меня убил. Эта же noche, esta misma noche. Это третий тип условных. Мы могли бы сказать по-другому. Si hubiera podido, me habría matado. И я, что я была preocupada за мою экзамену. И yo que estaba preocupado por mi examen de posiones. Говорит Рон. А я-то еще беспокоился об экзамене по зельям или по зелье варенью. То есть тут такие проблемы, тут такое происходит. Подумать только, да? А я тут с какими-то экзаменами. Un momento. Estamos olvidando algo. Un momento. Un momento, говорит Ирмиона. Опять-таки обратите внимание. Снова на стыке буковки N и M. Помним, что на стыке N и M, N превращается в M. И получается как бы un momento. Un momento. Estamos olvidando algo. Estamos olvidando algo. Мы что-то забыли. Один момент. Одну минуточку. Мы что-то забыли. Здесь конструкция estar más gerundio. Estar плюс gerundio. Мы уже эту конструкцию рассматривали в прошлом разборе фильма «Гарри Поттер». «Cuál es el mejor mago al que Voldemort siempre ha temido?» «Cuál es el mejor mago al que Voldemort ha temido?» «Кто самый лучший маг?» Обратите внимание, когда мы говорим «mejor», мы говорим с определенным артиплем. «El mejor, la mejor». «El mejor estudiante». «La mejor alumna». Итак, кто самый лучший маг, который когда-либо был у Voldemort? «Dumbledore». «Dumbledore». Естественно, «Dumbledore». «Mientras Dumbledore siga aquí, Harry, estás a salvo». «Mientras Dumbledore siga aquí, Harry, estás a salvo». «Пока Dumbledore здесь, находится здесь, ты, Harry, безопасность». «Estás a salvo». «Estando Dumbledore aquí, no te puede tocar». И почти та же самая фраза. «Estando Dumbledore aquí, no te puede tocar». То есть в то время или пока Dumbledore здесь, он тебя не сможет тронуть. «Estando Dumbledore aquí, no te puede tocar». «Siempre oí que los exámenes finales de Hogwarts eran temibles». «Siempre oí que los exámenes finales de Hogwarts eran temibles», говорит Гермиона. То есть, я всегда видела, что вот эти финальные итоговые экзамены в Хогвартсе были страшными, либо ужасными, либо пугающими. Но не для Гермионы. «Pero yo los encuentro excitantes». «Pero yo los encuentro excitantes». «Но я их нахожу захватывающими, интересными». «Los» – это «los exámenes». Естественно, для Гермионы они интересные. Она же у нас в Сизнайках. Помните, как будет Сизнайка? Правильно. «Sábelo todo». «Serán para ti», говорит Рон. «Ну, может быть, для тебя и так, да? Serana – это «los exámenes» имеется в виду. Но они, может быть, для тебя и интересные. Они для тебя, может, они и захватывающие. Но не для Рона, да? Поэтому здесь глагол «ser» используют для предположения. Когда мы хотим что-то предположить, ну, может быть, для тебя и интересные, для меня – нет, да? «Pasargo harry». «Pasargo harry». «Что-то происходит, Гарри?» «Misicatrice». «Misicatrice». «Picatrice» – это «шрам». «Мой шрам». «Siento que me arde». «Siento que me arde». «Arder» – это «гореть», «пылать». Я чувствую, как он горит у меня, как пылает. «Я te pasaba antes». «Я te pasaba antes». «Раньше такое случалось с тобой?» «Раньше такое с тобой происходило?» – спрашивает Гермиона. «No como ahora». «No como ahora». «Как сейчас?» – нет. То есть такого, как сейчас, не было раньше. «Por qué no me di cuenta antes?» «Por qué no me di cuenta antes?» «Еще раз, помните, мы уже это говорили. «Darse cuenta de» – «de algo». «Darse cuenta de» – это «понимать», «осознавать». «Por qué no me di cuenta antes?» «Ну и почему же я не понимал этого раньше?» «Почему же я не понял или не осознал это раньше?» «Итак, на этом мы заканчиваем с вами еще от «Muchas razбора» фильма Гарри Поттер». «Muchísimas gracias» «Por haber estado este instante conmigo». «Viendo mi видео», «Haciendome un like». «Muchas gracias» «И hasta luego». Продолжение следует...